Весной волнует у нас любовь, и это здорово, ей-богу. Так, 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 так. Мне пришло вот такое письмо. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Есть ли в вашей практике опыт очищения печени детям 8 лет? У моей дочери уже 6 месяцев проблемы с глазами. Началось все с острой аллергической реакции в феврале. С тех пор глаза красные, из них течет, за ночь они склеиваются, утром не открыть. Кроме этого никаких других проявлений аллергии нет, аллергии нет. Помогают только гормональные капли, и то во время их применения. Отменяет все, возвращается. Лечились стандартными лекарствами. Гомеопатию сейчас принимаем, улучшений нет. Вот, думаю, почистить ей печень. Но просто боюсь. Все-таки взрослый организм это одно, а детский совсем другое. Но, возможно, у вас есть информация о таких случаях. Буду признательна за ответ. Анастасия. С этим именем у меня многое связано. И как-нибудь я вам об этом расскажу. Ну, что тут сказать? Что тут сказать? Тут можно сказать следующее, что в голове туман сплошной. У всех. У всех. И у тех, кто лечится, и у тех, кто лечит. Значит, ну, почистить печень. Вроде бы процедура хорошая, потому что на печени завязаны все обмены веществ. И иммунитет, в частности. Но в таком возрасте печень, будем говорить, она сама очищается. То есть печень это такой орган, который сама очищается. И в детском возрасте, так как она еще растет, ну, я думаю, что это еще не та нужда, когда надо там очищать печень ребенку. Вот. Это мое мнение. Аллергическая реакция в феврале. Острая аллергическая реакция. Вот мне написали, острая аллергическая реакция. Что ж такое там в феврале было? Что такое в феврале? Что вот глаза начали гноиться. То есть картина, как бы сказать, совершенно непонятная. С одной стороны глаза гноятся, с другой стороны вроде как это аллергическая реакция, с третьей стороны там почистить печень, с четвертой там применять какие-то гомеопатические лекарства. И причем так все написано, что непонятно, как действуют гомеопатические лекарства, на что они направлены, что хотят с их помощью решить. То есть должно быть все четко, понятно человеку, что происходит с организмом. В данном случае с организмом дочери. Вот у вас на глазах такое случилось, а вы не знаете, как помочь. Вспомните случай с Виталием Караваевым, когда ему в таком же возрасте доктор пришел, знающий, и сказал маме, вы знаете, он болен туберкулезом, очень тяжелой формы, быстро прогрессирующим, и через 2-3 недели его не будут. Я знающий доктор, знаю как, что происходит. И возможно так бы и было, если бы он не повстречал дедушку, который знал, что в таких случаях делается. И вот здесь, смотрите, как я подхожу, что я в данном случае вижу. Я бы не хотел сказать, что я там рекомендую. А вот разберем этот случай с последующими выводами. Не пойму, что там за аллергическая реакция была, но, но я вам оставил уникальная видео лимфатическая система, в котором очень и очень ясно описана картина, что происходит в организме, а вернее, по каким признакам можно судить, что происходит в организме, и где это происходит в организме. Лимфатическая система выделяет через слизистые оболочки продукты своей борьбы. То есть лимфоциты в обилии борются с какой-то инфекцией. Почему тут написано аллергическая реакция? Непонятно. Но тут много вообще непонятного, если так. Поэтому мы не будем вдаваться, будем опираться на факты, которые нам известны. Лимфатическая реакция выделяет через слизистые оболочки продукты борьбы своей. То есть лимфоциты сражаются с какой-то инфекцией, убивают ее, и в виде вот этого вот гноя уже выходит. То есть гной находится, инфекция находится в области глаз, вообще в области где-то лица. Я думаю, что здесь возможны были и какие-то простудные заболевания. Ну ладно, отбросим их. Простудные заболевания сейчас беспокоят вот именно глаза. Через слизистые оболочки которых выделяется гной продукт борьбы лимфатической системы с инфекцией. Так, значит, ну разберем назначение врачей, что там они, гормональные капли. А зачем тут гормональные капли, что они подавляют инфекцию? Не знаю, какие гормональные капли. Что здесь гомеопатические средства тоже будут подавлять инфекцию, которая расположилась в области лица? Ну, по идее, возможно. Но ясно, ничего не написано. И теперь, мне хотелось бы сказать, что идет не просто в области глаз выделяется вот этот гной, а в целом иммунная система организма ребенка борется с инфекцией. Локализация примерно находится вот в области лица, в области слизистых, то есть в области вообще лица, где-то вот здесь вот. Потому что через ближайшие слизистые выбрасываются. То есть это может быть где-то в гайморовых пазухах, то есть это может быть там еще где-то, вот в районе, будем говорить, носоглотки, а вот выбрасываются там через глаза. Все это может быть. Поэтому здесь прежде всего необходимо, как бы сказать, разобраться, что, что и как, откуда растут ноги. Первое. Это говорит о том, что организм девочки поражен гноеродной инфекцией. В целом гноеродная инфекция. Выброс идет через слизистый глаз. То есть надо воздействовать в целом на организм ребенка. Печень тут чистить не обязательно. А вот что касается противопаразитарного лечения, а вот тут оно, самое яблочко будет, противопаразитарка. Далее, инфекция у нас гноеродная, то есть это в организме золотистый стафилококк. Золотистый стафилококк, что там особенно не любит, он не любит керосин. Вот тут-то как раз и пойдет. Значит, внутрь по пять капель керосинчика. Утречка, вечером. Для того, чтобы вообще началось очищение. То есть помочь лимфатической системе, чтобы избавиться от инфекции, которая там везде, везде она уже. Далее. Меньше сладости есть, чтобы ее не распространять, эту инфекцию. А вот смотрите, даже тут интересно, интересно время. В феврале. В феврале. Что там у нас в феврале? То есть в январе у нас как раз праздники, каникулы, когда дети ходят, посещают, значит, различные праздники, получают подарки, употребляют обилие сладостей. 80-летний ребенок, что это нужно с него взять? Он увидел там эту там сладкую воду, глушит ее, тортики там, конфеты и так далее. То есть все это надо ограничить. Далее. Это имеются ли какие-то животные, домашние животные. С этим тоже надо разобраться. Я тут думаю, что тут могут быть и заражения, и более такими, не просто гноеродные инфекции, а заражения и глистами, скорее всего, есть. А если имеются домашние животные, это 110% наверняка. Значит, с ними как-то надо разобраться, на время там куда-то отселить или там более тщательно за ними, в конце концов, ухаживать, тоже пролечить. То есть применить противопаразитарку, такую хорошую противопаразитарочку, чтобы эта инфекция вообще не укоренилась в организме и там дальше, где-либо, где-либо, вернее, так сказать, как Городецкий говорит, не перешла в вяло текущее состояние, которое начнет там где-то уже потом жрать в яичнике там самые лакомые места, будем говорить, в организме, которые там вот имеются, она там поселяется, и начинает там потихонечку, знаете, такое вялое воспаление, которое не дает ни температуры, которое не дает особых никаких-то там этих симптомов. Но тем не менее она есть, человек вялый, а тут ясно, ясно, что идет борьба. Вот, чтобы потом не получились разного рода спайки где-то там у нас в мочеполовой системе, и ребенок вырастая, не стал бы бесплодным, как же так, там вроде он там здоровый был, у него там глаза только болели, а теперь глаза не болят, а вот как мама, она несостоятельна. Далее. Теперь уже можно переходить непосредственно к местному воздействию. Что бы тут можно применять? Есть такие простые средства, как фуроцелин, то есть просто-напросто почаще промывать глаза фуроцелином. Есть, нету фуроцелина, есть крутой настой ромашки, промываем глаза на солодку заодно, почаще. Есть, значит, можно просто-напросто чаем, тоже более-менее заваркой чая так промывать. Она помогает против вот этой вот инфекции. Далее, что можно применять? Можно воспользоваться рецептом неумывакина. Берем примерно полстакана воды чистенькой, туда капаем 5-10 капелек перекиси водорода трехпроцентной, лично я так делаю. И далее ватку и протираем глазики, и протираем глазики. То есть непосредственно воздействуем на эту вот область. и отец. И так, и отец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дело в том, что вот такое примерно заболевание, когда глаза закисают, оно там бывает, потом оно проходит и человек считает, что от него избавился, выздоровел и так далее. Нет, оно там создает уже эта инфекция форпост, которая там, нет-нет там, да проявится. Не обязательно проявится в такой острой форме, что аж глаза залипают. Нет, она так вялотекущая, но тем не менее она есть и тогда получается, знаете, такое впечатление с возрастом, как будто у тебя там в глаза насыпали песок. Вот такое вот бывает. То есть сохнет слизистая, ты думаешь, о, сохнет слизистая из-за того, из-за всего. Она сохнет из-за того, что там имеется инфекция, которая там делает свое дело. Лично у меня в детстве нечто подобное было. А вот в этом возрасте я ощутил теперь, что я ощутил, что вот возникает сухость глаз. Я думаю, ну я ж на телевидении работаю, вот это тут приборы осветительные, они там воздействуют и так далее и тому подобное. То есть мысль будет совершенно в другую сторону, вместо того, на что необходимо было бы воздействовать. Вот и я стал, узнал, значит, вот этот вот рецепт Ивана Павловича Неумывакина, который и Виталий Островский показал. Берем вот это 5-10 капель на 100 грамм воды, я беру, все это дело размешал. Беру шприц в нос, закапал, там прочихался, просморкался, а потом ватку и глаза, и глаза, и глаза. Промыл, протер глаза, все нормально, намного. Но я вот по себе сужу, не обольщайтесь, что там через 2-3 дня у вас там все пройдет и ничего не будет. Вот эта вся зараза настолько она, ну, будем говорить, сколько мне, вот в 65 лет, она там за уже 60 лет, ну, меньше, ну, примерно, пускай там, фиг с ним, 60 лет, за столько въелось в организм, ну, что-то там общее. То есть, работа не початай край, но с этим можно работать, с этим можно жить. Случай буквально-таки, вот, у меня был. Очищение печени в какой-то мере, конечно, придает общий оздоровительный импульс, но если есть инфекция, тем более инфекция, где у нас печень, где у нас глаза, и нашего иммунитета недостаточно для этого. Поэтому чистка печени, а тем более ребенку там, она не сдвинет то, что вы бы хотели получить. То есть, не будет такого. Когда идет непонятие, от чего, почему, как и как это проявляется, результата никакого особо не будет. И еще разок повторяю. Общая противопаразитарка на организм человека, в данном случае ребенка, доза берется примерно 1 третья от взрослой, используется, значит, полынь, гвоздика и наш любимый керосин, то есть, тудикам. Оточка, ну, противопаразитарка, как она так идет, так и идет. Далее, исключаются сладости, исключается, ну, по крайней мере, сокращается, отгораживается от животных, если они есть. Вообще, надо посмотреть, что там за окружение вокруг ребенка, потому что, если один ребенок заболел, то вся группа или класс, это через месяц это точно будет болеть. Но у кого как? У кого явно, у кого скрыто, у кого вроде бы никак, но тем не менее она там имеется. И, наконец-таки, местное, повторяем, значит, крутой отвар ромашки, глазки промываем, носик промываем, чай, значит, можем даже и пакетики поприкладывать с чаем, там, чайная заварочка, так, ну, более-менее нормальная, чтобы там не завязала нам глаза. Глазки промывать, значит, чайная заварочка, либо, это говорю, либо, либо перекись водорода, можно, либо еще кое-чем, но тут не все нормально это воспримут. Фурцелин действует также нормально. Ну, вот, пожалуй, и все. И этим делом заниматься не неделю, не месяц, а то, знаете, мы так только замазали и все, а больше. Теперь я расскажу о другом удивительном случае, который также произошел с ребенком, который я очень хорошо знал, который вырос у меня тут на глазах. И сейчас взрослый человек вспоминает, что вот раньше мерзли ручки и ножки, как-то было там не по себе, ну, в целом, более-менее здоровый. Непонятно от чего, знаете, вот такие вот, вроде бы, здоровый ребенок, а потрогаешь, они какие-то руки-ноги ледяные там, вот, в животик там побаливал, какие-то такие недомогания были. Ну, родители все это, знаете, ну, вроде здоров-здоров, а вот на такие мелочи мы не обращаем внимания, когда ребенок жалуется. Это как раз вот такой возраст начинается с 8 лет, и старше, 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 а потом ребенок пожаловался, видеть никаких, нету ответных реакций со стороны взрослого, а он уже и перестает, и думает, что так и должно быть, и руки должны мерзнуть, и ноги, и какие-то головокружения должны быть, и с животиком периодически расстроиться, а потом наладится, все это нормально. Вот, и вот так вот длилось лет, лет, наверное, ну, смотрите, если лет это 8, там с 8 примерно началось, если не раньше. Да, где-то, наверное, лет с 5 началось. То есть все, ребеночек здоровый, смотрим, радуемся, вот бегает тут, все хорошо. Потом, значит, он также растет, вроде как что-то говорил, ручки-ночки холодные, там, с животиками иногда проблемы будут, что-то там реагируют на жару, плохо переносит, как жара сразу, сразу плохо становится. И примерно это все длилось лет до 30. Представляете, все это такое, и, как бы сказать, человек уже вырос, превратился там в женщину, считает, что все это так, значит, и нормально, и у других. И вот снится уже этой взрослой женщине сон, снится следующий сон, что во сне она, значит, из нее идет рвота белыми опарышами. Она явно видит этих белых опарышей. Куча, куча вываливается этих белых опарышей из нее во сне. Далее она себе, значит, разрешает живот, раскрывает его, оттуда еще вываливаются эти белые опарыши. То есть во сне показывается тонко материальное поражение, возможно, какими-то мелкими сущностями. Может быть, даже это все было, значит, когда ребеночек такой, знаете, хорошенький, вот, на него делается там порча в свое время, или там, ну, глаз не может так влиять. Это вот порча, не порча, но что-то произошло, короче. И все, и он, значит, вот так вот, вроде бы нормально, а на самом деле не осуществляет. Вот это, значит, все выходит во сне, такой явный, хороший сон, который говорит о том, о сем, что, что, значит, произошло. И после того, как вот это все вышло, значит, начинают идти улучшения. И, ну, люди же все-таки анализируют, они же уже взрослые, рассказывают, что, а знаете, а теперь руки и ножки перестали у меня мерзнуть, животик хорошенько заработал, и вообще я расцвела, набираю, так сказать, здоровый височек, выгляжу прекрасно, чувствую себя нормальненько, вот, и как-то даже жизнь у меня в целом налаживается. То есть вот такие совершенно иные поражения бывают, и для этого требуются совершенно иные средства. Вот что по поводу этого письма. И еще, и еще, чтобы вы не обольщались скорым, так сказать, очищением организма, я напоминаю вам случай с Пулем Брегом. Он лечился, он голодал, он уже все питался, тара-та-та-та-та-та, но организм, организм вроде бы, да, потихонечку шел-шел-шел-шел, но вот через несколько лет следования этой программы, когда у него вышла во время очередного голода некая мерзость, как он определил, что это лекарство из ртути, которым его кормили в детстве, после этого он начал набирать здоровье вагонами, а до этого оно шло тележками, несмотря на голод, несмотря на здоровый образ жизни, несмотря на питание, упражнения и прочее-прочее. У меня сидела зараза. Так вот, я хочу подчеркнуть, вот эта зараза бывает как материальная, шлаки, как у Поля Брега, так тонкоматериальная, как о том человеке, о котором я рассказал. И, наконец-таки, она бывает, как и у меня, она бывает инфекционная. И пока от нее не избавитесь, трудно рассчитывать на оздоровление. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok